То, что в Таллине и окрестностях Тарковский снимал свой фильм «Сталкер», известно многим. Известна и трагическая для любого деятеля кино история, когда огромная часть, снятая в Эстонии пленки, оказалась бракованной. Но мастер вместе со своей съемочной группой сумел переснять то, что казалось безвозвратно утерянным. Был Тарковский и художественным руководителем дипломной работы выпускников Гика из Эстонии, режиссеров Петера Урбла, Петера Сима и оператора Арва Ихо. А 37 лет назад в спектакле «Милый лжец», который игрался в «Таллинской ратуше», Андрей Тарковский выступил в роли режиссера-постановщика. Помнят наверняка ценители кино и какой ажиотаж творился в зале русского театра, когда чуть ли не за полночь состоялась единственная в СССР большая премьера фильма «Зеркало». Немаловажно и то, что Тарковского связывали тесные творческие отношения со студией «Таллинфильм», и он даже написал для нее сценарий Кленти Гофманиана, которая, впрочем, так и не была снята. Посетители фестиваля «Встречи с Тарковским» — это люди разного возраста и разных национальностей. У нас очень много эстонской публики. Я не говорю об эстонских кинематографистах. Они приходят практически все на каждый фестиваль в полном составе. Но они коллеги Шарубина по «Таллинфильму», и где-то это можно понять. Но, с другой стороны, в зале на Ивановом детстве я посмотрела публику. Это были не кинематографисты, это были обыкновенные зрители. И, судя по речи в зале, это была большей частью эстонская речь. Андрей Рублев — та же самая картина. Ходят люди, которым интересен Тарковский. Это, наверное, странно звучит, но именно так. Потому что, ну, все-таки он очень крупное явление в мировом кинематографе. Почти детективная история, так и не снятые картины по произведениям Гоффмана легла в основу нового фильма Эллы Аграновской и Николая Шарубина. К фильму «Тарковский» эстонский сюжет или Гоффманиана русского режиссера, который был показан на нынешних днях памяти гениального мастера кино, музыку написал известный питерский композитор Андрей Андерсон. Мне очень понравились какие-то моменты, которые очень неформальные. Например, Валерия Андерсон, сокурсница Тарковского, она рассказывала о общении с ним. Какие-то вещи очень тонкие, те, которые, вот как Элла говорила, ни в какие биографии, ни в какие книги не войдут. Но это для меня, вот то, что я был на этом фестивале, для меня Тарковский приоткрылся с каких-то новых сторон. Вообще-то, Дни Тарковского собирались провести лишь один раз, но тогда они прошли настолько удачно, что появился и второй, и третий, и четвертый фестивали. И хотя еще точно неизвестно, состоятся ли в Таллине пятые встречи с Тарковским, организаторы уже запланировали пригласить на них актеров, снимавшихся в картине Андрей Рублев. Ведь в будущем году этот киношедевр отметит свой 50-летний юбилей. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.